всем по привет мои дорогие зрители и подписчики с вами как всегда сладко одежка сегодня с реакция на канал гем до григор реакция на видеоролик который мне прислал в вещах аноним через донатик за что ему огромное спасибо эволюция платформер уровней что нас будет ждать через годы георги дашь 2.2 ну что ж ребят платформеры интересные поэтому я думаю это видеоролик будет тоже интересным до с познавательной для нас информации всем желаю приятного просмотра поехали ничего себе а я кстати прошел их не знали джи рас прошу то что ненаглядно показывают рост сложности платформер уровней в первые дни обновления ни для кого не секрет что режим платформера является совершенно новым режимом игры в gd а чуваки с гдпс пусть идут нафиг но как бы прошло уже более трех недель с выхода обновы что мы поняли про сложность платформер то что он блин житель с майнкрафта но не спешите выключать видео я еще ведь только начал нести полный бред да кстати я это гмд григор и как обещал видосы делаю каждую неделю посмотрим насколько меня хватит короче поехали поехали сейчас мы находимся на пороге новой эры в нашей игре платформер кардинально изменит привычные для нас годы появятся как новые невероятные по сложности платформер бак и множество новых скиловых игроков которые будут эти уровни проходить сейчас я уверен никто из нас даже не может себе представить какой будет сложности экстремальных демонов платформеров уже спустя года я вообще представить не могу экстрем демоны и так были сложными ребята с платформерами будет еще сложнее видео попробую рассмотреть возможные варианты развития сложности платформеров и предположить что же может ждать нас в ближайшем будущем давайте начнем с того что разберемся что же вообще представляет из себя новый режим и что там такого сложного для примера сравним the tower 22 и а его на бедагай на эл скале прошел айвана бедагай а не наоборот их сложность зависит от расстояния между чекпоинтами среднее количество прыжков от одного чекпоинта до другого в айвана бедагай от 10 до 15 а в the tower 22 их порой больше 20 и дойти до сохранения там гораздо сложнее допустим вы играя в уровень прошли 15 таймингов подряд но добавьте к пройденному вами парту один клик он станет сложнее и с каждым новым кликом без чекпоинта уровень будет все больше и больше усложняться рано или поздно мы дойдем до того что кто-нибудь сможет пройти экстрим похожей сложности без единого чекпоинта от начала и до конца там убить чекпоинтов это вообще как же может провернуться его на бедагаем что-то похожее с его доски лом в платформе с другой стороны что будет если напихать на уровне как можно больше сэйвов но сделать его чертовски длин это тоже будет далеко не просто пройти например world's hardest game на данный момент топ-3 платформер дема кстати раз уж я про топ и заговорил то ссылочку на демон лист из которого это инфа я в описании оставлю на первый взгляд это кажется легко ну что там пару блоков на кораблике пролететь и вернуться от шариков но это только подумать это только подумать а если взять и поиграть как можно вообще охуеть а потом еще еще таким образом несмотря на более-менее простой гп основную сложность в этом уровне составляет время его прохождения если ты дошел до чекпоинта то ты не сможешь выйти из уровня передохнуть или потренить новый парк ведь если ты закроешь его то весь свой прогресс сбросится ебать сложного платформера это непрерывный многочасовой процесс и в ближайшем будущем мы вполне можем увидеть появление уровня полное прохождение которого будет занимать десятки часов игры у слейеров теперь хочу сказать пару слов по поводу геймплея платформер уровней исторически сложилось что из обновления в обновление первые уровни которые выходят всегда похожи на уровне рок-топа платформеры это не исключение 90 процентов всех уже вышедших уровней нового формата имеют схожесть с официальными платформер уровнями геймплей под схожим геймплеем я имею ввиду то что игрок постоянно играет на каком-то одном персонаже официальных уровнях никогда нет той динамики которая полна в пользовательских ловелах там нет постоянной смены режимов кликсин геймплей прочих крутых фишек все эти закономерности работают и для режима платформер если сейчас мы видим преимущественно однотипные скучные демоны в будущем будут создаваться а в будущем будет вообще совсем другая эра геймпе дэш мы будут становиться лучше куда разнообразнее интереснее и конечно сложнее ну про уровни уже все понятно а что там насчет игроков разумеется у насчет игроков это уже интересно я думаю что топовые игроки по типу зоинка или трика не достигнут каких-либо высот прохождение платформеров просто потому что им это не будет платформер еще надо учиться играть это совсем другое не знает что такое gd в отличие от оригинальных уровней платформер не настолько скиллозависим как кажется самое главное там это терпение усидчивость это доказывается тем что даже такой нуб как я при должном плейтами прошел а его набегай естественно знание механики gd тоже улучшает твои навыки в платформере тебе куда проще играть если ты например понимаешь как правильно зажимать на роботе чтобы перепрыгнуть препятствия но факт остается фактом научиться играть платформере куда проще и быстрее чем в обычном gd ну а теперь время подводить итоги вот ну хочу за итоги но я очень старался монтажом и надеюсь мне видос топовый мне понравился примеров которые я приводил становится ясно что те уровни которые мы видим сейчас это только начало платформер демоном есть куда расти в сложности а с лером есть куда совершенствовать свой скид наверное на этой мысли я буду заканчивать потому что не знаю что писать дальше всем пока и до встречи через неделю в новом видео дорогие мои зрители и подписчики что я вам хочу сказать на счет данного видеоролика видно то что гендер григор постарался получился у него офигенный видеоролик с очень познавательной информацией было интересно посмотреть от души вам всем ребятки огромное спасибо за просмотр сайте лайки подписывайтесь на канал в комментариях пишите свое мнение на счет моей реакции мнения на счет данного видеоролика всем желаю добра бобра демон демона экстрим демона всем удачи и всем пока пока